Накопились проблемы, переживания. Это за какой период накопились? За много лет уже. А сколько лет? 33. Сейчас люди живут в бешеном ритме, ежедневно решают сотни задач и пропускают через себя огромный объем информации. Все это так или иначе может привести к стрессу, на который чаще всего люди стараются не обращать внимания. Но регулярное игнорирование данной проблемы усугубляет ситуацию. Именно для того, чтобы избежать последствий и открылся кабинет психологической помощи. Есть мнение в медицинской среде, что 60% пациентов, врачей общей практики, это пациенты психологов, психотерапевтов. Очень часто, когда врачи не находят причин, соматических причин для объяснения состояния пациентов, мы можем говорить о психосоматике данного пациента. И тогда вот здесь психолог очень уместен, потому что иногда человеку нужно просто, чтобы его выслушали. Иногда человеку нужно, чтобы проявили участие. И это дает толчок, может быть, даже к выздоровлению. Часто люди боятся обратиться к психологу по причине страха, что озвучивание их проблемы может как-то отразиться на дальнейшей жизни. Но специалисты утверждают, что об этом беспокоиться не стоит. Их откровения не покинут стены кабинета. Никто никого не собирается отправлять в психиатрическое отделение. Никто никого не собирается никуда не писать на работу. То есть это все сугубо происходит между людьми, это никуда не сообщается. Выявляется проблема, какие-то пути решения ее. И если это не обговорено, но если есть острая необходимость, назначается повторный прием. Если человек удовлетворен, то он идет дальше и живет. Надеюсь, уже с решенной проблемой. Специалисты обращают внимание, что прежде чем прийти на прием, вам необходимо будет четко сформулировать конкретную проблему. Что вас беспокоит, чтобы было проще найти решение. Само направление к психологу может выписать участковый терапевт. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.